ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Иди сюда! А был предвал. Свистыть? Да, это за раз пушный жалост. Выпей, но у нас тут расстреливается свистыля. Часто у вас таки? Дуже часто. Так, кто есть, то есть адреналин, что там потребен. Не очень приятно, когда свистыть над головой? Нет. Самое страшное, знаете, что ты до этого звикаешь. Это самое страшное. Тогда встречается какой-то такой... А, ты звук, ты знаешь, там свистыть, там бежать. Первое, тогда какой-то контроль над собой встречаешь. И надо всегда не забывать, что оно стреляет, что оно летит. Тут остались те, кто умеет с собой керовать. Те, кто умеет уже воювать. А те, кто боится и боится, они уже дома. Как боится? Боятся можно по-другому. Бо и все, кто здесь, они все боятся. Но они просто обереждают еще плюс. Они же просто умеют воювать. Бо, если не боишься, то уже нет, что делать. То уже нужно так же уехать домой. А вот больше, ну 90% людей, этих воинов, которые здесь остались, они уже мудрые и уже все умеют. И они твердо уверены, за что они стоят. approve, убеждаю. Д�, можно upstream. Броник, а подайте нам, бельцам, километр дешевле. Ну, естественно, по-прежнему. Треба переминтовать, мы, короче, подготовим. Так, бережите себя. Ну, я понял. Вечерком заходите до нас. А что у вас? А что у вас? Ничего, просто поговорили. Так я вам другу дам. Чого-чого сили, чтобы у нас его надо. Саня, подай в тазик. Розкажите, что с вами случилось? Снимал розтяжки вражеские, и наступил на штиль наржавый. Замудрю розтяжки, там смешані гранати с фугасами. Тяжко таки розтяжки взагалі? Ну, сейчас тяжко, было в траве. Ну, я понял. Так. Дина, я понял, у нас тут дети. Розкажите дальше. В траве цей, ни проволоки не видно, и откуда воно перепутано, и с верху, и снизу. Так что дивиться надо. А я дивился, и наступил. Это просто свяк был какой-то? Да не свяк, а штирь. Ага. Ну, дом розваленый. Ага. Мы до сих пор несем. Наверно с пораненою ногой, так? Да, с одной ногой залезем на второй этаж. Они не идут с передового. Хоть они и поранені. Або тренируются. Ну, воно мог дать. Контузия тоже сидит тут. А сколько часу займе выздоровление, лечение? Два. Тижни в два? Нет, еще два-три. Еще гости заходят, заходят какие-то сюда. До нас? Да. До нас могут зайти и убежать. Где наш дом бачил, по 10 по 15 попаданий в день танком из Саушки. Такой дом, Саня может показать на фотографии, какой дом был. Какой был и какой остался. Какой час остался. Так это еще, наверное, не прийдет. Контузия, как у нас, мам. Дайте нам водички. Там один Яна Закарпатчинский. Дайте нам водички, если можно. Простою водички? Нет, там я должна быть минералом. Минерал попасть. Всех хлопцей, которые приходят сюда, я им всегда рассказываю, и говорю, что они обязаны уметь надать первую, ни больше, ни более. Я проверяю их аптечки. Я их учу, я им показываю, что для чего. Попивно, чем, что делается. И бояць должен уметь три вещи. Это первое. Это первое. Накласти жгут, эвакуировать у Крицяна. И накласти повязку. Залежно, какое там ранение, что. Но каждый вест мусить это сделать. И уметь. Нужно будет ничего. Только чтобы эту карту принесли. Я готова. Решту я разберусь сама. Паня, давайте я вам помогу. Ты хочешь мне помогти, Юлечка? Ну а что делать? Хорошо, сонечка. Сейчас сейф. Помогу. О, там у меня медикаменты по глупах. Силюлит гонять. Да, мы власне. Это Юля привезла, чтобы медицина занималась. А тут можно заниматься? Можешь что-то делать в этом сраче? Даже на войне, то должен быть порядок. Будет порядок, тогда все будет окей. Если будет порядок. И каждый должен начать с собой. Жить в таком кавартаку. Медикаменты в море. А медикаментов вообще достаточно? Медикаменты встачают. Медикаменты встачают. И дякую очень всем волонтерам. Так что я еще сортую. И что не нужно тут, я передаю господарству. Когда на Верховине было семеро поранных на одном месте, там была паніка не только посеред поранных, а и посеред бойцов. Но командным голосом все выполняют мои наказы. И все. И все. И все. И все. Те, что нужно было госпитализировать, госпитализировали в первую очередь. Потому что в первую очередь был командир разведки. У него были обидвие верхние плеча перебитые. Одно разрушено, одно сквозное. Правое разрушено, левое сквозное. То он потребовал и усколок был червяне упражнение. Он потребовал больше допомоги, и скорейше, и оперативнейше. Но мы очень хорошо справились. Я люблю с ним ходить всегда. Я люблю, как он работает как проводник и как помещение. Он очень оперативный. И мы тяжелых отправили в первую очередь. А те, что не хотели, то мы уже на месте. Усколочки вытягивали, которые можно было вытягивать, которые не можно было сказать. Сивый досок, у меня их есть пять. Я говорю, ну, будет ходить шесть-шесть. Ну, и перевернулись. Потом они приходят сюда. Кто легкоперемный, приходит. Я вот, как сегодня ходила. Иду на позицию, если все потребует. И так и живем. Потому что еще нужно. Вот. Могтипатыш.